Всем бобра! Сегодня я хочу поделиться с вами тем, что я узнал о ланкийской стройке и о пути достижения к мечте о собственном доме. В этой серии ты узнаешь, сколько нужно квадратных метров на одного ланкийца, как жить без ипотеки, начальника, будильника и пустого холодильника, сколько стоит построить свой дом, как правильно скользить шпателем и сколько для этого нужно кирпичей. Погнали! Сейчас мы посмотрим, как живет ланкийская семья, а если быть точнее, две семьи, которые делят на восьмерых одноэтажный дом. Заглянем внутрь, а вот и хозяин Харшана с его супругой. Они очень гостеприимные люди и с удовольствием поделятся своим бытом. Так же, как у нас в России, дети учат уроки, решают задачки, и все это на свежем воздухе. А вот это холл, который ведет на кухню. Здесь минимум на протяжении семи лет объединены силы двух женщин в попытках накормить своих родных. Рисоварка – обязательный элемент современной кухни. А вот и глиняная печь, и другие атрибуты из гончарного ролика. Незаменимая кокосочистилка. Половники, кстати, тоже выполнены из кокоса. Дом выполнен в стиле лофт, с очень высокими потолками, открытыми балками, неотделанными кирпичными стенами. Остекление, как и отверения, не обнаружено. Большая аптечка с юридическими средствами лечения. Панель управления светом. Ванная комната совмещена с санузлом, который находится в земле. Свободного пространства, как такового, нет. Все заставлено нужными вещами. Вентилятор есть в каждой комнате, как и москитная сетка у каждого члена семьи. Календари везде показывают прошлое. Ку-ку, ёпта! Поверишь ли ты, что так живут миллионеры? Они достраивают сейчас свой дом за 20 миллионов рупий. Погнали! Самое маленькое дело на стройке начинается с большого перекуса. Никакого фастфуда, только вкусная чечевичная карри. Без особых навыков на стройке мне доверили шпатели, чтобы я мог скользить им по стенкам и счищать поверхность для последующей грунтовки. Последний штрих. Необходимо смести пыль со стены. В течение пяти долгих лет Аршана зарабатывал на свой дом в Южной Корее, строителям, и высылал деньги семье. Поехать на заработки в другую страну из Шри-Ланки очень непросто. Электрика ни живого, ни пьяного я не заметил. Без хозяина стройки, стройка на стройке не строится, а его присутствие является лучшим вдохновением для рабочих. А вот и сам хозяин. Как обычно, на Шри-Ланке отключили электричество, и шпаклевщики не смогли миксером замешать грунт и ушли в закат. Плиточник повезло меньше. Цемент можно размешать и палкой. Вначале плитку нужно распаковать и немножко простернуть от пыли. Этот человек является мастером своего дела. В месяц он кладет пирку минимум в пяти домах и получает за свой труд 3,5 тысячи рут, что является неплохим уровнем дохода в семье из пяти человек. Женщины здесь в основном воспитывают детей. Тем временем на заднем дворе копается колодец для сточных вод. Этот мужчина является разнорабочим и получает за свой труд 2,5 тысячи рут в день. На большинстве крыш ланкийских домов находятся баки для хранения и нагрева воды. И когда бак заполнился, ты замеришь по дождю, без дождя. А моя работа на сегодня закончена. Для завершения хотелось бы сказать, что ланкийская стройка – это нечто. Ты должен стоять над своими сотрудниками постоянно. Если ты не будешь стоять, они не будут работать, и это воспринимается как в порядке вещей. Сделка здесь не предусмотрена только каждую жизнь. А еще заметил такое, что уровень жизни ланкийцев не показатель наличия либо отсутствия денег. Ты можешь жить в сарае и быть абсолютно счастливым, но при этом строить дорогой особняк. Я очень желаю этой семье закончить дом в этом десятилетии, потому что мы приглашены на новоселье из 200 человек. Ну а мы с Манго отправляемся в новое путешествие. Угадай куда?